Привет, друзья! Меня зовут Асиев Василий и в этом видео я хочу рассказать, что такое АБ-тест. АБ-тест – это сравнение двух вариантов – сбор статистики и определение того варианта, который лучше себя показал. Сейчас давайте разберем, зачем нужен АБ-тест. На примере у нас есть проект, который тратит 60 000 рублей на рекламу. За 60 000 рублей на бюджет он получает 60 заявок. Заявка стоит 1000 рублей. Мы начинаем тестировать два варианта посадочных страниц. Один вариант мы хорошо проработали и упаковали. И этот вариант показал себя в два раза лучше, чем предыдущий вариант. Тем самым мы, выбрав выигрышный вариант, на тот же бюджет получим не 60 заявок, а 120. Тем самым заявка будет стоить уже не 1000 рублей, а 500 рублей. Вот для этого именно и нужен АБ-тест. Что мы можем тестировать? Мы можем тестировать объявления в рекламе, мы можем тестировать посадочную страницу, тестировать кнопку на сайте, тестировать форму захвата. Тестов можно делать масса разных. Все зависит от конечной цели этого теста. Получается, когда мы делаем тест, мы должны соблюдать цепочку переменных. Переменные выглядят каким образом? Изначально первая переменная – это объявление. То, что человек видит в самую первую очередь. Он кликает по объявлению, тем самым мы можем измерить АБ-тест объявления. Это называется микро-показатели, по которым мы определяем, какое объявление более кликабельное, какое объявление выше CTR. Следующие переменные, если мы берем классическую АБ-тест, допустим, landing page. Следующие переменные – посадочные страницы. Человек, попав на посадочную страницу, либо оставляет заявку, либо заявку не оставляет. Тем самым мы смотрим, какая конверсия у посадочной страницы. После этого, в случае, если это какой-то коммерческий проект, услуга, продажа товара, следующая переменная будет отдел продаж. И мы можем открывать все эти переменные. И нужно делать АБ-тест на уровне каждой из них. На уровне объявлений вы можете протестировать баннер, заголовок, второе, первое, описание. Там много параметров, которые можно протестировать. На сайте вы можете тестировать формы захвата, вы можете тестировать номер телефона, делать его жирнее, меньше. Вы можете тестировать кнопку «Заказать обратный звонок», баннер, фон, текст, дополнительные ссылки, подвал. Вы можете видоизменять полностью весь дизайн сайта. Также, допустим, если брать следующую перемену в виде отдела продаж, вы можете тестировать скрипты. Давать менеджерам разные скрипты, смотреть, какой скрипт лучше себя отрабатывает, какой скрипт имеет более высокую конверсию. Следом, вы можете тестировать объявление, точнее объявление, а тестировать рассылку e-mail письма, оформленные, которые будут показывать разные результаты. То есть вы делаете выборку, делаете рассылку и смотрите, какое из ваших писем показало лучшие результаты. Тестировать можно, на самом деле, все, что угодно. Вплоть до музыки в магазине делают такие тесты, смотрят, под какую музыку люди лучше покупают товар. Давайте возьмем такой важный момент, что тестировать нужно правильно. Нужно цепочку переменных соблюдать. Если вы собираетесь тестировать лендинг-пейдж, то нельзя постоянно, регулярно заходить и менять объявления. У вас две страницы тестируются, одна переменная, за которой вы сделали тест. И при этом вы начинаете регулярно менять объявления, переписывать, менять баннеры на уровне самой рекламной кампании. Так делать нельзя, иначе статистика будет и скольжаться. Потому что есть связь между переменными. А именно, то, что написано у вас на объявлении или на баннере, это может играть ключевую роль в конверсии посадочной страницы. Потому что человек, увидев баннер или объявление, заходит на вашу посадочную страницу с разным настроением. То есть у него создаются эмоции. Эта эмоция может быть некой горячей, когда он жаждет что-то купить. А эта эмоция может просто являться неким интересом. Он увидел баннер, ему понравилось, ему стало интересно, что вы продаете. Он зашел, начал читать. Это разные клиенты будут, у них будут разные эмоции. Тем самым, меняя постоянно баннеры, вы можете и скольжать полную картину. Мы берем основные переменные, которые отслеживаем. Есть у нас коммерческий проект или проект, который занимается услугами или продает продукт. Очень важно делать АБ-тест по конечному результату. Я приведу один простой пример. 5 лет назад мы заказывали натяжные потолки. Зашли на лендинг-пейдж, и там была скидка 15%. Нас эта скидка заинтересовала. Мы так и подумали, почему бы и нет. У нас получится дешевле, чем у конкурентов, которые размещали предложения, похожие на это, только без скидки. Мы позвонили в компанию, и нам говорят, что эта скидка распространяется только на пенсионеров. Понимаете? Нас скидка зажгла, она нас подвигла что-то купить. Тем самым, это вызвало некое раздражение и недоверие компании, и мы не стали заказывать в этой организации натяжной потолок. О чем я говорю? Вы можете взять две версии посадочной страницы. На одной версии посадочной страницы у вас размещена скидка. 40%, 50%, 20%, без разницы. На другой этой скидки нет. Но вы постарались каким-то образом показать ценность продукта. Конечные результаты могут быть разные совсем. У нас, получается, вариант со скидкой будет иметь конверсию выше и иметь больше заявок. Там будет 100 заявок. На варианте А коммерсия будет ниже. Там будет, не знаю, 60 или 70 заявок. Но конечный результат по выручке будет больше у варианта А, где вы скидку не размещали. Поэтому очень важно отслеживать всю цепочку. От показа объявления до конечного результата в виде денег в кассе. Еще с помощью АБ-тестов можно устранять какие-то слабые звенья на сайте. У вас есть форма захвата, корзины или еще что-то. У вас люди туда заходят, они заполняют. У вас получается так, что у вас корзину либо какую-то некую форму захвата на сайте посещает 100 человек. Из 100 человек 40 человек заполняют большую часть полей. 70 человек какую-то часть полей. И вы не понимаете, почему люди там дальше заявки не оставляют. Из них там 20% только до вас доходят или 30%. Вот такие формы тоже очень важно тестировать. Очень важно тестировать эти блоки, чтобы повышать этот процент. Вы сможете видоизменить, у вас есть блок корзины. Там много полей, много разных параметров, которые человеку нужно ввести. Это очень трудозатратно, долго, тяжело. Имя, фамилия, адрес, какие-то еще дополнительные, время доставки. Вы можете сделать просто обычный тест, который может гарантированно увеличить вашу выручку или количество заказов. Вы сократите в два раза количество полей и посмотрите, каким образом начнет эта форма отрабатывать. Есть вероятность, что конверсия этой формы вырастет на 20-30%. Также можно тестировать ошибку 404, если у нас возникает. То есть вы можете оффер погрузить в эту ошибку 404. Можно тестировать форму «Спасибо», стараться какие-то допродажи делать через форму «Спасибо». Когда человек оставляет у вас заявку, нажимает, вам показываете не просто «Спасибо», а показываете какой-нибудь оффер или предложение и смотрите на итоговую реакцию. То есть эту форму можно тестировать разные варианты, смотреть, какие будут итоги. Если вы крупная компания, тратите большие бюджеты, либо вы маленькая компания, у которой нет бюджета и очень мало денег на тесты, она не может себе позволить какие-то большие потери. У вас есть сейчас вариант А, который вам дает нужное количество заявок по той цене, которая в целом вас устраивает отчасти. Это цена та, которая позволяет вам существовать. Генерить клиентов, делать продажи и делать это на том уровне расхода, который вы можете себе позволить, и который дает вам какую-то прибыль. И вы хотите взять смелый вариант, вы хотите полностью поменять сайт, полностью весь сайт поменять. Либо поменять какой-то важный блок, через который происходит конверсия. Но вы понимаете, что это достаточно рискованно, и вы можете понести большие потери бюджета, либо у вас ограниченный бюджет, и если вы потеряете какую-то долю бюджета, то вы не сможете провести нормальный тест. Распределяйте, каким образом. Возьмите вариант А, туда генерите трафика больше, 80%, а на вариант Б, на новый вариант, всего 20%. Тем самым вы ничем не рискуете. Вы потратите туда 20%, получаете профит. Если вы понимаете, что этот вариант хорошо себя проявляет, начинаете постепенно бюджет увеличивать, чтобы собрать нужное количество статистики как можно быстрее. Подведем итоги. Проведя всю эту работу, собрав статистику, у нас появляется вариант А и вариант Б. Мы смотрим конечный результат. Чем этих данных больше, тем лучше. Если вы понимаете, что разница между вариантами 3, 2, 3, 5%, то есть совсем небольшая, незначительная, и вы не можете сделать вывод, потому что статистики собралось не очень много, продолжайте дальше тестировать, увеличивайте срок теста. Есть, допустим, проблемы у многих ниш, у которых очень маленький охват рынка. То есть им достаточно долго нужно делать тесты, потому что в целом у них кликов и заявок очень мало. Поэтому всегда старайтесь ориентироваться на большое количество данных. Эти данные позволят вам сделать правильные выводы. А желательно, чтобы все-таки между вариантами была большая разница, чтобы вы были уверены, что вариант Б работает лучше, чем вариант А. У нас был очень интересный пример. Мы взяли один проект, и проект изначально пришел к нам с посадочной страницы, которая была очень красиво оформлена. Там постарались дизайнеры, и она была, иконки были все отрисованы, текст, все в векторе, все четко, ярко и красиво. У данной посадочной страницы была конверсия в районе 6,2-7%. Мы решили провести тест. Мы собрали весь материал по клиенту, собрали все возражения, которые были по клиентам клиента, собрали все преимущества, собрали информацию по самому клиенту, сервис, отзывы, обратную связь, кто работает, у кого какое образование, собрали все благодарности, сертификаты, все то, что можно было использовать в упаковке. Тем самым добавили очень много фактов без воды на сайт. на другую посадочную страницу. Сайт, который был красивый, он был без этого. Он был красивый, но там не было каких-то смысловых проработок. Но он был реально красивее, гораздо красивее. И итог, мы запустили трафик, месяц тестировали, и вариант B сильно победил вариант A. Вариант A была конверсия в районе 6-7%, а у варианта B в районе 15-16%. Мы кратно улучшили результат. Тем самым стоимость льда уменьшилась больше, чем в два раза. И это не только этим закончилось на самом деле. Да, это было кратно, мы уменьшили лид в два раза, но это еще не все. Мы начали получать обратную связь от менеджеров, что клиенты перестали задавать вопросы, клиенты перестали создавать вот эти возражения, которые у них были ранее. Они начали отрабатывать эти возражения на посадочной странице. Клиент не только подогретый попадал, но уже с отработанным возражением. Он звонил, говорил, сколько стоит? 5 тысяч рублей. Окей, хорошо. Я беру. Приезжайте. Вот это основная задача интернет-маркетинга. То есть не только нащупать высокую конверсию, но получить максимальные результаты. Ребят, в комментариях расскажите ваши кейсы, какие вы делали АБ-тесты, какие результаты получали. Я думаю, всем будет очень интересно почитать. Поддержите наш проект. Мы стараемся снимать для вас видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Пока.